Гуманитарный кризис в Венесуэле выдумали США, которые таким образом пытаются скрыть свои планы по военному вторжению в страну. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он выступил на акции по сбору подписей против вмешательства Вашингтона в дела страны. За ситуацией в Венесуэле, где США пытаются устроить госпереворот, следит наш специальный корреспондент Антон Степаненко. Аплодисменты и крики взрывают площадь Боливара в центре венесуэльской столицы Каракаса. К народу, а здесь находилось несколько тысяч, пришел президент Николас Мадуро. На площади развернут один из пунктов по сбору подписей среди простых венесуэльцев против вмешательства США в дела их страны. Теперь под обращением стоит и подпись Мадуро и его жены Силий Флорес. Для Венесуэлы эта акция, тем более, стала актуальна на фоне недвусмысленно агрессивных заявлений из Вашингтона о том, что с Мадуро больше договариваться не о чем, и он должен покинуть страну. Я подписал этот документ, чтобы защитить независимость венесуэльского народа. Гуманитарный кризис – это только прикрытие для военных планов правительства Трампа. Весь кризис в Венесуэле состоит в том, что США ввели санкции и устроили финансовую блокаду. Впрочем, альтернативу американской риторики конкретными шагами по разрешению внутрополитического кризиса в Венесуэле предложили Мексико и Уругвай. Там прошло первое заседание международной контактной группы, цель которой – помочь политическим оппонентам в Каракасе сесть за стол переговоров. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо категорически от этого отказывается, не участвуют в ней и Соединенные Штаты. Напротив, там уже не раз звучали заявления, не исключающие силового варианта против Мадуро. Президент США Джон Кеннеди говорил, никогда не веди переговоры из чувства страха, но никогда не бойся переговоров. Те, кто не хочет переговоров, наверное, чего-то боятся. Это страх перед правдой. Более того, Вашингтон сам решил и сам направил через Колумбию так называемую гуманитарную помощь народу Венесуэлы. Первая партия на шести грузовиках прибыла в колумбийский город Кукута. Там расположен один из трех сборных пунктов для американских поставок. Кстати, Красный Крест Колумбии отказался участвовать в этой операции. А Николас Мадуро объявил, что не допустит несогласованных трансграничных акций. Анализируя ситуацию, эксперты не исключают, что шумиха вокруг гуманитарной помощи может служить прологом или поводом к американскому вооруженному вмешательству в венесуэльские дела. Антон Степаненко, Артем Григорен, Венесуэла.